И никто не видит, что кроме влево, вправо, прямо, от камня есть еще два пути. Вниз и вверх. Но это уже восьмера воззрений. Идти вниз комфортно и сытно. Почти все туда рванули. У нас же только одна дорога. Через камень. Вверх. По тонкому канату. Судя по комментариям, зрители совершенно не поняли аллегорию о путях вниз и вверх. Все, абсолютно все поняли это, как мы хорошие. Мы на пути вверх к духовному. А они плохие. Они идут вниз. Это совершенно не так. Есть четкое разумное объяснение. Оно будет в виде странного формата фильма. Куда они направились? Точно не туда, куда направляетесь вы. В твоих интересах рассказать все, что ты знаешь. Я много знаю. Долго рассказывать. Но мне домой пора. АВЭ. Несамостоятельный фильм. Это скорее дополнение к замыслу. Ответвление. Небольшая зарисовка о том, куда пропадал один из персонажей. Замысл. АВЭ. Латинская фраза, которую римляне использовали в качестве приветствия. Если прочесть в обратную сторону, то получится. Ева. Узник после смерти, смены мерности, движется по коридору. Его таинственный путь сопровождает гул ветра. На пути у него первая комната, где ему предлагают отдохнуть и поспать. Ведь он так намучился и настрадался в своей жизни. Терновый венец на голове мальчика в комнате отсылает к образу мученика. И вид у него просто смертельно уставший. И какое-то весьма странное положение относительно кровати. Он как будто не лежит на ней, а находится за изголовьем. Не кровать, а ящик какой-то из досок. Но белье тем не менее белоснежное. По обе стороны горят свечи на стенах. А на заднем плане нечто похожее на иллюминатор. Просто не комната, а каюта какая-то. Лень – один из главных пороков человеческих. И в этой комнате лень вместо приманки висит на крючке у ловцов живых душ. Наш узник, а теперь он идущий по коридору искушений, отбрасывает неоднозначную тень на стене. Есть в этой тени некий мимолетный намек на крылья. Призывы отдохнуть и поспать не останавливают нашего героя. А ведь я тебе говорю, вот мир в корне не справедливый. Одним все, другим ничего. Ну что это такое? Сколько мы с тобой не доедали? Как мы жили вообще? За что нам все это было? Почему именно мы прожили в голоде? Пока другие не знали, куда девать, и жрали, что хотели, мы страдали. За что это все? Почему именно мы? Почему нищета выбрала нас, я не понимаю? Объясни ты мне, наконец. Вот в чем вопрос. Но сейчас у меня все есть. Да. Ем, что хочу. Пью, что пожелаю. Взвою бесерее будет. Мы с тобой натерпились за жизнь. Но теперь заживем. Персонаж в удобном кресле задает вопросы в пустоту и сам же на них отвечает. В его извечном монологе, а как же быть и почему я, можно услышать спор двух граней его собственного я. Извечная борьба противоположности. В этой комнате мы наблюдаем целый букет человеческих пороков. Зависть. Пока другие не знали, куда девать, не знали, что хотели, мы страдали. Жадность. Но сейчас у меня все есть. Чревоугодие. Ем, что хочу. Пью, что пожелаю. С тщеславие. Ну теперь заживем. Нашему герою это не по душе. И он, отворачиваясь, продолжает свой путь. Ведь все это предлагается взамен за свободу. Свободу выбора пока не отменили. В 3-й комнате. Объяснение вряд ли требуется. Показана ловушка на похоть. И наш герой даже заходит в эту спальню. Слева на стене триграмма огня. 8 триграмм. Это этап исходного космогенеза в представлении китайской философии. 8 триграмм гуа используются в даосской космологии, чтобы представить фундаментальные принципы бытия. Триграмма это особый знак гуа, состоящий из трех линий, яо, сплошных или прерывистых. Все возможные комбинации трех яо образуют 8 триграмм. В данном случае в комнате восточной блудницы триграмма огня может означать символ страсти. Справа же на стене изображен одноглазый даджаль. Лжемессия в исламской традиции аналогичный по образу антихриста в христианстве. Его появление является одним из признаков приближающегося конца света. Употребить до начала битвы конца. Просрочно. Даджаль будет одноглазым, краснокожим, широкотелым и у него будут кучерявые волосы. На лбу у него буква Кяф или все слово Кафир, что значит неверующий. Даджаль появится перед концом света с востока на огромном осле. Он сумеет подчинить своей тиранической власти весь мир, кроме Мекки и Медины. За ним последуют все неверующие и лицемеры. Он будет претендовать на божественность, будет способен творить чудеса, которые на самом деле будут ложными. У него будет вода и огонь. Но его огонь это вкусная вода, а его вода на самом деле это низвергающийся огонь. Кто из вас застанет эти события, пусть примет то, что он представляет как огонь. Ведь на деле это вкусная и прохладная вода. Огонь и Даджаль как два сапога пара. А также эта сцена постоянно отсылает нас на восток. Даджаль появится с востока. Восточная красавица. И на покрывале у нее китайский дракон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Узник почти был пойман в эти сети обольщения, после того, как блудница сняла свою маску с лица. Возможно, она явилась ему в образе его возлюбленной. И он практически не устоял перед знакомыми до боли чарами. Но его внезапно отвлек велосипедист, промчавшийся по коридору без остановок. Как будто у него был некий проездной билет на прохождение ловушек. И наш герой вышел из этой комнаты. В общем-то, ловцы душ на пути к дому являются в образах жен, мужей, детей, родителей, друзей. В образах самых близких нам людей, чтобы заполучить доверие и заманить в свою ловушку. Я очень внимательно всматривался в спину велосипедиста, в его прическу, одежду. И пришел к выводу, что это сам узник прокатил по коридору. Он хотел отвлечь внимание самого себя. Зная о том, что сам когда-то попал уже в эту огненную ловушку. В прошлом цикле «Колеса Сансары». В общем, велосипедисту удалось себя уберечь. Этот мистический почтальон бросает листовку-подсказку самому себе. Архитектурное бюро. В любом случае звоните. 12-48-75. С 15 до 21. Это тот самый код доступа на следующий уровень. Легкий путь. Квантовый прыжок. Пасхалка от архитектора игры. Очевидно, что нам просто необходимо достаточно внимательно приглядеться к этим цифрам. В этих цифрах зашифрован ключ к тайнам мироздания. 3-6-9. Обязательно заострим наше драгоценное внимание на номере, расположенном на груди нашего героя. Он изменился. До смены мерности номер у него был 6-0-1-0-9. А это полиндром, который можно крутить вокруг оси, которой служит единичка. И он не поменяет своего смысла. Нули здесь можно не замечать по умолчанию. Остается 6-1-9, где единица служит осью. А это прямая отсылка к символу инь-янь и к колесу сансары. А в его камере на стене изображен знак зодиака рак, который имеет символьное обозначение, очень визуально схожее с 69. То есть, наш узник уже настолько сбалансировал в себе все грани своего «я» и присытился борьбой противоположностей, что даже идти уже никуда не желает из своего условного заключения. Он просто ждет, когда его уже наконец-то заберут домой. Живому человеку везде тюрьма. Что в камере, что там наверху. Здесь сердце ничем не успокоится. Я домой хочу. Жду, когда заберут. В коридоре же выбора у него уже иной номер. Три, ноль, шесть, ноль, девять. А это те же три, шесть, девять. То есть, у него уже есть ключ к тайнам мироздания. Он символизирует гармонию. Путник готов принять свое новое назначение. Ребята, бойки, как я погляжу. Как знать, может и пропетляете. Эх, партизанщина. Романтика. Если пропетлять, лучше этого места не найти. Тут паспорта не требуется. Сиди себе. Да сиди. Дальше дело было так. Я устал монтировать этот ролик. И решил отдохнуть. Прилег такой на диван. И уснул. А приснился мне наш герой. В белых одеждах и с абрикосовыми четками в руках. Его серьезный вид внушал доверие. И я у него спрашиваю. Скажи мне, брат, а зачем ты номер сменил? А он мне в ответ. Тройка, шестерка, девятка. Почитай для начала, что об этих числах говорил Никола Тесла. Вообще считаются особыми, сакральными числами. Двойка, четверка наземная. А мир-то у нас трехмерный. И пока наш герой отгадывал шараду 80 уровня. А шестеренки в его голове крутились настолько интенсивно. Что он не понял, сколько времени прошло. Как вдруг из темноты коридора появляется огонек. А появляется он самый несущий свет. Он же Деница, он же Люцифер, он же Сатана, он же Дьявол, он же Змей-Искуситель. По сказаниям, он был низвержен, заперт и закован в бездну на тысячу лет. И запечатан печатью. И именно поэтому у светоносца на плечах цепи. В Талмуде есть прообраз Сатаны, князь демонов, Асмадей. Который приходит за своей жертвой в маске какого-то животного. На шее у Сатаны амулет с уменьшенной моделью земного шара. Как символ власти над трехмерным. Силами зла и силами добра управляет Деница, князь мира сего. Тот ответственен за исполнение замысла и исправную работу ловушек. Он снимает свою страшную маску и приветливо улыбается. Как друг детства. И это показан один из аспектов его дуальной сущности. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает. Прямо в зайчика стреляет. Пиф, паф, ой-ой-ой. Умирает зайчик мой. Принесли его домой. Оказался он живой. Искуситель, подняв свой взор к условному верху, читает детскую считалочку. Как будто отчитывается перед кем-то, что у нас есть живой человек. Ведь наш герой стойко прошел испытания пороками. Не попал в элементарные ловушки системы. Показал свой уровень осознанности. Не стал напрямую звонить в архитектурное бюро для быстрого перехода. А может он просто не успел сделать этот звонок. В общем, узник оказался живым человеком. И теперь к нему у Искусителя совершенно иной подход. Есть кто живой? Яких полно. Живых мало. Какой-то он... Живой. Я тоже когда-то живым был. Живому человеку везде тюрьма. Что не родилось, то и не умирает. Но вернемся немного назад. И обратим свое внимание на аппарат, висящий на стене. Он предназначен для звонка в архитектурное бюро. Оно же Небесная канцелярия. Пули в канцелярию. И про воду не забудь. Это не просьба. И что же мы тут видим? Это отнюдь не простой телефон. Телефонная трубка подсоединена к самому аппарату проводом для передачи низкочастотных цифровых данных. Диск для набора цифрового кода со времен СССР. На аппарате горит желтая лампа, что говорит о рабочей готовности. Индикатор часового типа с двумя стрелками, который на самом деле является авиационным манометром. Но канцелярия же Небесная. Вот и манометр авиационный. Делаем свое дело. Остальное устроит канцелярия. Но стрелки на нем стоят как раз одна на 15. А 15 это 3. А другая на 21. А 21 это 9. А посему он указывает время, о чем и написано в письме от мистического почтальона. Звонить с 15 до 21. В общем, для звонка, а здесь ключевое слово «звон» в архитектурное бюро, небесную канцелярию. Пули в канцелярию. И про воду не забудь. Это не просьба. Необходимо набирать на диске телефона код доступа к тайнам мироздания 369. Набирать его нужно в период с 15 до 21 стрелки в нужном положении. И по середине нижней стрелки, указывающей на 15 или на 3, горит фиолетовый светодиод. И наш фиолетовый медведь. А в трубку по логике должен передаваться звон, музыкальный код доступа, отсылка на который в этих цифрах объявления. Но для того, чтобы простым языком объяснить вам прямую связь между цифрами в объявлении, буквами на металлофоне и нотами кода доступа, я принял решение выделить это пояснение в отдельную главу. Мы нашли в нашем муравейнике эту дешифровщицу ребусов 369 уровня. Матахари нашего времени, которая общается на «ты» с нотами, цифрами и высшей математикой. Назвавшую после дешифровки ребуса режиссера гением. Уверяю всех, что связь найдена, и это факт. А дело было так. Я в очередной раз устал от монитора и решил отдохнуть. Прилег и уснул. А приснился мне он. Я такой у него спрашиваю. «А в чем сила, брат?» А он мне в ответ. «Ты пойми, брат, сперва был свет, а потом звук. Но свет – это порождение тьмы, и нет тому ни начала, ни конца. А понять это не под силу никому». А потом сцена так резко меняется. Ну, как во всех обычных снах. И уже он. Я у него спрашиваю. А как звонить, брат? А он мне в ответ. Но большинство-то живет умом и животом. И противник умело пользуется этим. Внутри каждого хранится код. Когда противник подбирается и подкручивает, все вокруг рушится. Исчезают целые государства. Если же все перевернуть, настроить частоты правильно, заставить массы жить сердцем. И вытянуть их из зоны влияния противника. Все вмиг засияет. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает. Прямо в зайчика стреляет. Ты в пах. Ой-ой-ой. Умирает зайчик мой. Принесли его домой. Оказался он живой. Я что, умер? Смерти нет. Мы между. На другой частоте. Отсюда все хорошо видно. Любая ложь здесь на выворот. Ничего не скроешь. Искуситель предлагает заключенному. Ну что же ты, соглашайся. Возможно, самое интересное в мире занятие. Участие в управлении ловушкой добра и зла. Самая главная и мощная ловушка. Несущий свет соорудил ее первой. Остальные уже от нее устроились. Хм. Хм. После предложения от трех разных мастей, снова кивает головой. Ну соглашайся, что же ты. Наш герой в ответ моргает шесть раз. Три по два. Что означает, что он отказался трижды. Почему я так решил? Если да, моргни один раз. Если нет, моргни два раза. А говорил, много знаешь! Я много знаю. Долго рассказывать. Мне домой пора. Так что же такое предлагал искуситель заключенному, а предлагал он нашему герою на выбор одну из мастей, как символ кастовой системы? Четыре масти, четыре касты. Есть своя иерархия. Как мы могли проиграть? В чем нас переиграли? В кастах. Что? Не вы ли заменили касты вымышленными классами? Буржуи и пролетариат. Противник нашел зияющую дыру, вытянул нужные смыслы, перемешал символы и разнес ваше кастовое поле. Все перевернулось с ног на голову. Червь. Рабочие. Рабочие стали завидовать дельцам и захотели жить в изобилии роскоши. Бубни. Дельцы. Дельцы решили, раз они всех кормят, то и управлять должны они. Трефы. Воины. Воины скатились до уровня дельцов и променяли почет и славу на торгашество. Пики. Жрецы. А жрецы? В любой войне, если противник умен, в первую очередь ликвидируют жрецов. А у вас так и произошло. Кого-то убили, кого-то купили. Оставшиеся единицы забились в щели до нужных времен. Извечный вопрос, что делать? Поймите замысел. Расставьте символы правильно. Наведите порядок в кастах. Каждый должен быть на своем месте. Рабочий трудится и растит детей. Делец питает и распределяет. Воин защищает и управляет. Жрец разведывает и сообщает. Вот и все. В итоге наш герой отказался от предложения стать воином, рабочим и дельцом. И получил свое новое назначение. И короля пик. Себе на воротник. Сатане по статусу не положено шестерки вешать. Он короля повешал. Жреца пикового повешал на воротник. Последнее слово все равно за ним оказалось. И князь мира сего Поковылял во свояси обратно в свою тьму Волоча за собой ногу А это снова отсылка к сатане Падшему ангелу Который, согласно писаниям Повредил обе ноги При падении на землю Когда был низвергнут Богом с небес Надпись 13.22 на стене коридора в конце пути Это отсылка к откровению Иоанна Глава 22, стих 13 Я, Альфа и Омега Первый и последний Начало и конец Либо отсылка к главе 13, стих 22 Евангелие от Матфея Семя, посеянное среди терновника Это о человеке, который слышит слово Но повседневные заботы и обольщение богатством Заглушают слово И семя остается бесплодным Слева на стене роза Это символ вечно меняющегося И открывающегося новыми гранями мира С этим цветком ассоциируется идея мистического центра роза мира Рая, сада Эроса Сердца, милосердия Всепрощения, божественной любви Мученичества и победы В данном контексте роза как символ пути вверх А справа на стене Багет без картины И стрелка, указывающая Путь вниз И никто не видит Что кроме влево, вправо, прямо От камня есть еще два пути Вниз И вверх Но это уже восьмерого зрения Но вернемся к сыну погибели И вот он усмехается над нашим героем Мол, говорил, что много знаешь Иди вон, посмотри на свои знания И пред нашими очами Предстает картина 18-го аркана Таро Под названием Луна По обе стороны от Луны Столбы Боас и Яхин Открылся люк Из другого уровня И женская рука Кидает нам оттуда Огрызок яблока Раздора Того самого запретного плода Сорванного когда-то Евой С древа познаний После предложения Змея-искусителя Так вот, оказывается Какие огрызки Истинных знаний Нам дозволено кушать На нашем плане Я не буду вам, мои хорошие Рассказывать Про откровенные нестыковки с Луной На нашем небе Ибо вы и так все сами уже знаете Лучше меня И это примерно то же самое Что и глаз замочной скважины В самом начале фильма «Замысел» Кстати Короткометражка Была опубликована в полнолуние Совпадение? Не думаю Действительность Все не так Как на самом деле У нас другого материала нет Работаем с тем Что вы направляете Перерабатываем И возвращаем вниз Исполняем любые ваши желания и мечты Кто ж и на вас Что они у вас Насквасть такие Надпись на аппарате Hard drive cooler В переводе означает Охладитель жесткого диска Маркировка ЦП601 Ну все верно Передача же идет цифровых данных Поэтому и жесткий диск там стоит И охладитель И да Наш герой Появляется в фильме Уже в белом одеянии Из касты жрецов Тебя отпустили? Меня забрали Иди за мной А чем здесь пахнет? Чем-то таким Сера Не пахнет, а воняет А почему воняет серой? Потому Все, что мы здесь за века настроили Цветами пахнуть никак не может Поэтому не перебираем Дышим, чем есть Витязь Что? Он давно здесь сидит Окаменел Не помнит, куда идти И за что сражаться Что это? Камень выбора Ну а каждому из нас Еще предстоит пройти Этот путь По коридору Соблазнов Который для каждого Будет индивидуальным И в нашем распоряжении Есть лишь огрызок От яблока С древа познания Брошены Как подачка Из люка в небе И еще Эти голоса с металлическим оттенком Оставался А говорил много знаешь Те, кто был между Рассказываю Что на том плане Все воспринимается Именно так И ветер гудит тоже Буас и Ахин Ассоциируются С солнцем и луной И в этом образе Мы видим то же самое В одном фонаре Луна А во втором фонаре Солнце А почему здесь два солнца? Здесь нет солнца Только два искусственных светильника Ну а у меня на этом все Пишите письма в комментариях Читаю все Засим Всех крепко обнял Вроде с виду приличные люди Небось усомнились В верности курса На еще более полную стабилизацию Я буду играть за медведя? Ну надеюсь Если не соблазнят иные За последней партией Медведь растерял все что можно За стол садить некого Не то что сражаться Кругом одни менеджеры Когда аналитики Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok